Сделано в ветке Он даже сейчас сказал «анфилатовед». Применяли к вам когда-нибудь такой термин, Сергей Иванович, «анфилатовед»? Ну, говорят, что очень интересующийся. Так принято просто в исторической науке. Если интересуешься какой-то личностью, там приставку «вет» добавлять, «ведать», то бишь знать. Так вот, Сергей Шуклин, город Слободской. Ну и, собственно, тема нашей передачи – это как раз-таки личность сама, Ксенофонта Алексеевича Анфилатова. Ну, сразу же скажу, как основателя первого общественного банка в нашем государстве, в нашей стране. О нем мы сегодня будем говорить. Вы, общеизвестно, очень активно в последние годы занимаетесь увековечением памяти Ксенофонта Алексеевича. И я сразу скажу, что речь идет об открытии музея полноценного, да? Пытаемся. Этой личности. Скажите, пожалуйста, начну с вопроса, вот жители Слободского в их памяти, Ксенофонт Алексеевич сейчас жив, живет. Вот они действительно проникают с этим историческим духом. Вот Ксенофонт Алексеевич наш, он же со Слободской земли. И посмотрите, каких высок добился. Первым начал торговать до установления дипломатических связей с Соединенными Штатами и так далее. Вот как слабожане сейчас воспринимают эту личность? Прежде всего, хочется пожелать всего самого хорошего нашим землякам. И сказать, что слабожане помнят Ксенофонте-Анфилатове. Было уже проведено четыре анфилатовских чтения. Вы и организовывали, и участвовали, и озмою? Мы организовывали и музей, и библиотека. И мы, это краеведы общества УЕСТ. Четвертое чтение, мы вышли уже хорошего уровня на Россию. Очень хорошие доклады, к сожалению, небольшой тираж очень не издан. Но можем сказать, что слабожане собрали деньги и сделали икону. Дело в том, что в 1846 году слабожане сделали икону в память о Ксенофонте-Анфилатове, потому что они считали, что... Спустя 26 лет после его ухода, да, уже из жизни? В 1846 году? Да, да, да. А ушел он из жизни в 1820-м, да. Вот. И они считали, что святой Ксенофонд Константинопольский надоумил Ксенофонта-Анфилатова, чтобы он открыл вот этот хороший банк для борьбы с бедностью в его родном городе. Собственно говоря, Анфилатов – это очень интересная личность, и она могла бы и должна стать символом нашей земли. Он много сделал для не только Слободского, он сделал для русского купечества. Что мы можем о нем сказать? Его биограф Герман Замятин, который вот сделал, значит, биографию Ксенофонта-Анфилатова к юбилею к 100-летнему банку, он написал на редкость симпатичной личности. На редкость симпатичной личности. И это было в 1910 году, более 100 лет назад. И этим ограничивается? Больше биографии не было? Больше его биографии не было. Были отдельные статьи, затрагивающие различные темы, но, к сожалению, очень мало материалов. Потому что, удивительно, но наиболее интересный материал мы получаем из США. Из США. Но мы сегодня обо всем подробно поговорим и разберемся, почему именно США. Чтобы слушатели понимали и так сосредоточились на той исторической эпохе, о которой мы сегодня будем говорить. Годы жизни Ксенофонта Алексеевича. Родился он в 1761 году. То есть 257 лет назад, получается. Ушел из жизни в 1820. Так что плавно переноситесь как раз-таки в эпоху рубежа конца XVIII и начала XIX веков. Итак, расскажите о той деятельности, которую вы ведете в последние годы. по увековечению памяти. Ну, я должен все равно сказать, это много, что, да очень много, то, что мы могли сделать, это благодаря поддержке со стороны Никиты Юрьевича Белых. Я обязательно расскажу по нашей теме. Но отметить хотелось бы в 2009 году, когда еще Никиту Юрьевича назначили, он приехал в Слободской. И я просто делал экскурсию. И он заинтересовался этой личностью и спросил, а что о нем издано? Я говорю, ну вот издано издание. Можно ли почитать? Да, можно ли почитать. Словам он не верил. Да, он говорит. Хотел к историческому источнику обратить. Я говорю, ну вот есть очень антикварная книга. Он говорит, почитать можно? Конечно, он говорит, верну. Я и не сомневался. Он говорит, очень понравилось, что он умные вопросы и по истории, и по экономике задавал. Например? Ну, например, о том, что... А ведь Слободской был не первый общественный банк. А вы ему, видимо, принялись доказывать, что все-таки первый. Зачем? Я это, собственно говоря, как и исторически есть. Исторически, в принципе, считается Вологда. Дело в том, что... Но! В Вологодске и в России считали первый Слободской. Почему? Дело в том, что Вологда в конце XIX века собрала... 1787 год. Они собрали всего 2000 рублей и не написали устава. И тогда исполнительная власть эти деньги очень быстро, так сказать, приходовала. Более того, путешественник, который путешествовал по Вологде, город Вологды, он вообще о том, что в Вологде есть банк в 1797 году, он даже и не знал. Он описывает все. Но о том, что там есть банк, он ничего не знает. Ну, какой-то был незаметный, неприметный, да? Вот. И... А Ксенофонд Анфилатов сделал первый общественный банк с уставом, который вошел в первый свод законов Российской империи и был рекомендован для других городов. Этот устав пережил несколько переизданий. И, собственно говоря, вот это действительно заслуга. То, что многие в сотнях российских городах появились вот эти такие банки для борьбы с бедностью. И сразу напоминаю дату 1810, да? 1810 год. Конец самый. Конец 1809. 31 декабря с 9 на 10. С 9 на 10. Хорошо. Так, возвращаясь к экс-губернатору. Взял, почитал. Взял, почитал. Что дальше было? Значит, ну, нас интересно. Мы делали выставку, которая так и называлась «Национальный проект от купца». Потому что это действительно стало национальным проектом. Выставку мы сделали музей, общественность. Как бы это все, что, так сказать, могли, мы это собрали. И выставка получилась неплохая. И на ее открытие приехал... Где она проходила? Она проходила у нас, значит, в Кровеческом музее. В Кровеческом. Да. На ее открытие приехал Никита Юрьевич и банкер Гусельников. Значит, ну, чтобы просто похвастаться, на Интермузее за 2013 год выставка «Национальный проект от купца», которая шла всего три месяца, была признана победителем. Так, расскажите о ней подробнее, чтобы было понятно. О чем идет речь? Что же Интер? Это выставка, которая... Женобная, видимо, да? Да. Ну, мы рассказывали о результатах и о том, что мы сделали. То есть, показывали это. И дело в том, что там были собраны экспонаты. Там мы сделали, как выглядело, так сказать, это, ну, как в банке. Атмосферу банка. Да, да, да. Такой интерьер банковский. Хотя, конечно, это очень сложно было сделать, потому что это все-таки церковное здание. Но мы старались, и что-то у нас получилось. И вот Никита Юрьевич сказал следующее. Вы сейчас прям берете публикацию и читаете, что было написано в 2013 году. Губернатор уверен, что необходимо сделать имя Ксенофонта Анфилатова, почитаемого о сей России. Даже так. Значит, губернатор Белых в Слободском принял участие в торжественном библиотеке, посвященном 250-летию со дня рождения Ксенофонта Алексеевича Анфилатова, основателя первого в России городского общественного банка. В здании, где размещался Слободской общественный банк, сейчас расположены ЗАГС и детская библиотека. Библиотека уже выехала. Сейчас там ветеринарная станция. Это в здании старейшего российского негосударственного банка у нас ветеринарная станция. В здании сколько лет точно? Больше 200, если? Ему 1800 это точно. 1800. Ну, по крайней мере, так он значится. То есть в этом здании тогда оно связано с именем Чайковских, потому что Петр Федорович Чайковский был городничим города Слободского. Связано с Алтыковым Щедрином, который приезжал к нам и работал, когда приезжал, именно в этом здании. Потому что в этом здании было все, кроме казначейства. Такой центр притяжения, да? Да, это было. Городской центр такой. Да, то есть там это была и управа, и библиотека, и дума, да все. И, значит, тут сказано, что... Так, инициатива, идея прозвучала. Идея прозвучала. Чтобы почитаемым Анфилатов стал во всем государстве. Когда я приезжал к Никите Юрьевичу, он говорит, что будете делать? Я говорю, да, музей хотим, хотя бы четыре комнаты. То есть вы озвучили, мы хотим музей. Да, он говорит, а что денег не просите? Я говорю, а что, типа, можно? Он говорит, да все просят. Я говорю, а что нужно делать? Он говорит, в грантовых конструкторах принимать участие. Мы приняли участие. В каком? У нас было, значит, областное. Но там, значит, по грантам условия не по музею. Там можно было на издательскую продукцию. И вот мы на этот грант переиздали вот эту замечательную книгу. Вот 1910-й выбор, да? Да, да. Это фоксимильное издание, так сказать, с добавлениями. То есть это хотя бы что-то. Потому что, понимаете, их в природе старых изданий остались единицы. Надо понимать, да. Даже в библиотеке Конгресса США, профессор Холм сказал, этой книги нету. А это крупнейшая библиотека мира. И переиздана была каким тиражем? Она очень небольшим, 600 где-то. 600. В общем, где-то так же. Столько, насколько хватило суммы этого гранта? Ну, где-то так. Выигранного. Вот. Значит, ну, мы ездили, так сказать. Ну, это действительно много, потому что это, кроме того, были выиграны коммундировки в Архангельске и в Санкт-Петербург. По этому же гранту. То есть, чтобы можно было ознакомиться с материалами. Города, где работал непосредственно Анфилатов. Вот. Губернатор принял участие в открытии выставки, презентации. Обращаясь к присутствующим, Белых сказал. Ксенофонд Анфилатов – уникальный человек, который не только первым в России наладил торговлю США, но и по всем правилам и регламентам открыл в Слободском первый общественный банк. Про Анфилатова можно сказать, что этому человеку было очень близко современное понятие социальной ответственности. По его собственным словам, ксенофонд Алексей Чанфилатов очень хотел сделать благо для города Слободского, который дал ему образование, первые навыки торговли, принес славу и богатство. Хорошо, чтобы и ныне предприниматели, банкиры, активно известные люди могли сказать такие же слова про свои родные места в Кировской области. «Должно быть ощущение, что не только город и страна должны сделать что-то для тебя, но и ты, достигнув каких-то высот, мог помочь своему региону и своей стране. Это сейчас особенно важно», – сказал он. Но это и тогда, и действительно, и сейчас, в настоящем времени. В этом году и в будущем, надеюсь, тоже будет важно. Потому что взаимопомощь – вот это основной принцип общественных или банков для вот таких банков. О нем это, так сказать, его друг, я думаю, и присутствующий банкер Григорий Гусельников выразил интерес и сказал, что, в принципе, он поможет, если будут создавать. Но это было сказано так невзначай или прямо специально заострено внимание? Нет, это было опубликовано, так сказать, даже Никита Юрьевич это написал. А помощь тогда не конкретизировалась? Нет, вопрос, значит, возникал, а где? Дело в том, что здание было на балансе города, его надо было ремонтировать, хотя бы крышу. Для того, чтобы отремонтировать, нужно было вкладываться, а у города денег не было. Вы подсчитывали примерно сколько? Там подсчитывали было, его передали в управление, значит, имуществом, и его сделали ремонт. Ремонт закончился где-то в середине-конце 2015 года. То есть, значит, это вот сделали, и потом возникает… На какие деньги-то был сделан ремонт? Областной. Но дело в том, что… Область помогла. Да, область фактически делала, потому что это управление имуществом. Более того, там хотели именно помочь сделать музей. Я могу процитировать. Там есть у меня… Процитировать кого? Тоже кого-то из руководителей? Да. Пожалуйста. Музей – это от 12 октября 2015 года. Музей банковского дела в Слободском все же появится. Пока концепция проекта еще разрабатывается, после этого область приступит к поиску инвестора, который реализует идею. Об этом сообщил Роман Береснев, министр юстиции. А Роман Береснев об этом сообщал, потому что там ЗАГС. Да. ЗАГС находился на тот момент, а ЗАГС у нас в ведении Минюста. И он, собственно говоря, музей должен раскрыть феномен нашего купечества, который был известен по всей России. Это уже наш известный историк Михаил Сергеевич Судовиков. Ныне руководитель областного Кровеческого музея. Тут можно много рассказывать, но интересно другое. Центробанк. Я рассказываю только то, что знаю. Приезжали, и у них была концепция, это есть публикации, о том, чтобы создать по России опорные пункты по пропаганде финансовой грамотности. И Слободской для этого очень неплохо. Этому, да, уделяется в последнее время много внимания. И денег выделялось, и вот Никита Юрьевич, похоже, агитировал за это. Зацепился за эту тему, да? Ну, по крайней мере, они приехали. Вот они приехали, рассказывали, мы показывали. Это было уже в каком году? Тоже в 15-м? Да, 15-й, конец. Значит, более того, вы знаете, что кандидатом в депутаты Слободской думы был Григорий Гусельников. Да. Но так как там были, значит, ну, организационные, значит... Ну, это не является темой нашей передачи. По крайней мере, так сказать, Слободской ему было интересно. Более того, депутатом Слободской думы был известный капиталист-идеалист Лебедев. Лебедев. И в прогулках по Вятке они вовсю дискутировали на нашей площади перед, значит, банком о процентных ставках в этом банке. Сколько брать по-человечески, сколько не по-человечески? А, да. О чем дискутировать? Очень интересно, потому что как раз 6-8% там и фугурировало. То, как там Лебедев сказал, ну, если это озвучить, то кому-то прилетит по шапке. Что-то такое. А вы прям слышали эти разговоры? Я рядом стоял. А, вы рядом. Вы как? Я типа с книгой стоял, и там, например, что-то, так сказать. Вы своего рода тоже экскурсоводом были, да, такие? Нет, я там молчал, но если какие-то вопросы по теме, я там... Если же требовалось что-то уточнить, то они к вам обращались. Да, Никита Юрьевич спросил, когда корабль пришел, я просто уточнил, и все чисто вот такое. Мне действительно нравилось отношение Никиты Юрьевича к нашей истории. И побольше бы вот таких энтузиастов. Но самое главное, что он углядел то, что... Вот можно, так сказать, вот... Да, можно. Чем Вятский край, Кировская область... Ну, вот что у нас есть? Север, не черноземье. Зима по полгода. Полезное ископаемое, золото, нефть, алмазы ищут. С этим туго. Нашли только глину, песок, торф и низкосортную древесину. То есть все задатки депрессивного региона, которой он сейчас и является. Ну, депрессивным, наверное, наш регион не называли 100 лет назад? Более того, вы не поверите, но он был один из центров ремесленничества. Каждый десятый, более чем десятый ремесленник России был Вятский. 10,28. За счет чего? А родина Капокорня тут же вспоминается. А откуда? Откуда Макаров мог сделать? Если бы не было доступного кредита, они бы с голоду померли. Именно доступный кредит, который вслед за Анфилатовым появился во всех уездах Вятской губернии... Ну, принято считать, что не во всех, но в крупнейших точках. Во всех. Во всех. Во всех. Ну, самое интересное, что даже в деревнях появилось подобное, так сказать. И, вот, например, Федора Веретенникова банк. У меня есть эта цитата, но она довольно-таки, так сказать, распространенная и очень хорошая. Потому что основали общественные банки. Чем они вообще отличались? Вот у нас все банки сейчас коммерческие, правильно? А коммерческий банк, основное, это получение прибыли. Желательно сверхприбыли. Потому что это акционерно, это нужно, так сказать, акционерам. А общественные банки, они немножко другие. И вот, когда мы говорим о том... Анфилатов же так пишет, что по примеру различных иностранных, которые есть в иностранных землях. Но какие? А у вас есть конкретный пример, я знаю, да. Собственно, откуда была взята идея этого первого общественного банка, который появился в городе Староцком. Ну, и больше всего уставные документы и принципы соответствуют первым банкам, которые появляются для борьбы с ростовщиками в Италии, конец 15 века. Это Монте-Пай. То есть горы благочестия, которые были организованы монахами для борьбы с ростовщиками. Вы знаете, что ростовщик – это не очень самое хорошее, так сказать, их считали грешниками. Ну, а и сейчас слово «ростовщик» является, скорее, больше ругательным каким-то, в негативном смысле воспринимается. Нет, в быту-то в русском-то языке оно есть. А в законодательстве его нету. Более того, я вот даже… Ростовщик, то есть деньги в рост дающие. Дело в том, что… Процент. Вот, цитата из учебника для экономических вузов. «Чем же тогда ростовщик отличается от банка?» Авторы учебника по банковскому делу под редакцией ОК Лаврушина считают, что, цитирую, ростовщик перестает быть ростовщиком, как только кредитные операции, выполненные им, в совокупности превращаются в систему. Это значит… Мне сейчас сложно сходу переварить. Я сейчас не понимаю, чем это отличается от финансовых кредитных учреждений. Самое интересное, что вообще по ростовщикам сейчас этой дикой скуссии нету. Раньше ростовщик – это, мягко говоря, не самая уважаемая профессия была. Мягко говоря, да. Более того, офицерам, например, запрещалось жениться, если дочь была дочерью ростовщика. Более того, ну, вот в Брагауза и Фрона сразу ясно, кто такой ростовщик. Все, почитайте. А когда мы читаем современную энциклопедию, Википедию – это что-то с чем-то. Это просто почитайте. Хорошо. И самое интересное, что в примере как ростовщиков они приводят православные монастыри. Ой. Единственный пример. Причем следующим пунктом идет, что в трех из четырех религий это считается смертельным грехом. Логика. Это что, монахи так грешили или что-то такое? Или как-то там немножко так сойдет. Сергей, сейчас затрагиваем, видимо, очень такую щекотливую тему, которая, опять же, не является основной в нашем сегодняшнем повествовании. Я хочу все-таки знать. Не хочется, конечно, говорить, чем дело кончилось. Но я так понимаю, что с экс-губернатором-то все движения в этом отношении только и связаны. В последние пару лет некая стагнация у вас? Ну, я немножко дальше могу пройти. Давайте. Вот у нас есть пара-тройка минут до перерыва. Дело в том, что Центробанк попросил сделать смету и экспозиционку. Я надеюсь, что я никого не подведу, потому что это дело отправлено в архив. Но сумма, которая была озвучена, составляла 27 миллионов. Это, на ваш взгляд, много? Мало? Это я считаю много. Потому что я спросил. Еще раз, на что напомнить это? Ну, на все здание, чтобы его сделать. Но я считал, что можно и меньше. 27 миллионов на то, чтобы... Сделать полноценный музей со всеми так современный. Это только ремонт или экспонат? Ну, как бы это, там смета. Но меня это другое удивило. Всядку, которая 27 миллионов. Вот меня я из-за этого только, так сказать, это озвучиваю. Потому что не хотелось бы, чтобы из-за хорошего, так сказать, дела, хороший человек пострадал. Может быть, это, конечно, версия неправильная, но цифры совпадают, даты совпадают. Очень обидно было бы, если бы... Потому что система общественных банков, это действительно была палочкой-выручалочка для нашей области. Но мы чуть позже этого коснемся обязательно. Итак, в последнее время вы никоим образом не выходите на руководство области? Нет. Или выходите? Нет. Нынешний губернаторик Владимирович, вы приглашали его, проводили ли него экскурсии? Нет. Дело в том, что у меня очень хорошая информация пришла из США, из Санкт-Петербурга. Я просто архиваю сейчас это, так сказать. Но мы делаем грант президентский о том, чтобы, значит, все-таки сделать музей там, хотя бы на тех площадях, которые еще есть. Чтобы можно было это, так сказать, показывать, рассказывать, а там, может, кто его знает что. Вы сейчас имеете полную возможность обратиться непосредственно к руководителям различного уровня и озвучить, в чем же нужна вам конкретная помощь. Ну, нам прежде всего хочется обратиться к предпринимателям, к историкам. Вот конкретно расскажите, что вам нужно на данном этапе? Содействие. Денег, говорите, сколько, столько. Гарантийные письма для того, чтобы, так сказать, им это интересно, и они готовы, например, что-то, так сказать, профинансировать. Суммы любые, какие, так сказать, удобно. Потому что есть очень интересные задумки. По той смете 27 миллионов? Да нет, конечно, так сказать, гораздо меньше. Потому что, в принципе, сметы были разные. То есть это было по максимуму. Насколько я понимаю. Потому что не я делал. Я просто случайно видел, так сказать, и цифра отложилась. И просто, когда я увидел эту сумму, у меня так это... Ну, вы были ошарашены. И что мы можем сказать? Есть очень хорошие у нас толковые бизнесмены, толковые представители банков. Действительно есть. Действительно есть. Которые интересуются историей. Хорошо. Мы сейчас сделаем небольшую паузу. Я напоминаю, что мы беседуем с Сергеем Шуклиным, историком, краеведом, который специализируется на жизни Ксенофонта Алексеевича Анфилатова. Об этом легендарном деятеле, предпринимателе, как бы сейчас выразились. Мы подробнее поговорим после небольшой паузы. Продолжается программа «Сделано в ветке». Ксенофонт Алексеевич Анфилатов. У нас сегодня главный герой, если можно так выразиться, Сергей Шуклин, историк, краевед. В гостях у нас остается буквально 10 с небольшим минут для того, чтобы обозначить основные вехи жизни и деятельности Ксенофонта Алексеевича. Еще раз напоминаю, основатель первого общественного банка в Российской империи, первого банка в городе Слабацком, первый, кто наладил экономические связи, торговые связи с Соединенными Штатами. Кроме того, он торговал со многими европейскими странами. Его корабли отправлялись в Лондон, Амстердам и так далее. Давайте сейчас основные моменты для того, чтобы наши слушатели действительно поняли то, что эта личность, масштаб которой еще, может быть, и недооценен в полной мере. Современниками, я имею в виду. Полностью согласен, что он действительно недооценен. Я кратко очень расскажу о том, что у нас обычно еще просто... Ксенофонт Анфилатов, о чем он сделал деньги? Прежде всего, он из крестьян, которые занимались извозом. Это удивительная, конечно, история. Государственных крестьян, да? Да, государственных. А у нас не было крепостных фактически. На нашей территории, да. Они занимались извозом. Это дорога на Сибирь. Торговали меха, водка, различные припасы. Зерно, рогожи, пенька и так далее. Да, да. Но в Сибирь в основном все-таки шло жизненные припасы и водка. Будем так говорить. Оттуда меха. Ну, достаточно сказать, что, например, первоначально у местного населения за медный котел можно было набить этот котел шкурами чернобурки. А шкура чернобурки тогда стоила здесь, например, как лошадь. Вот так. Ну, а если это, так сказать, не очень козистая лошадь, то и несколько. Хорошо, дальше чем занимались. Дальше, значит, он занимался торговлей в Сибирь, и по обету они построили в Шостяково великолепный храм. Шостяково – это родина. Это родина. Непосредственно. Это родина, да, семья Анфилатовых. Вообще, тут можно долго рассказывать, но я просто основные веки. Вот у нас вопрос возникает, на чем он все-таки? Это меха, это водка и еще. Он создал очень интересную схему для торговли на Архангельск. Его приказчики к нему очень уважительно относились. Есть письма. Более того, один приказчик его для того, чтобы вызволить из некоторых неприятностей, он написал на графа министра коммерции, крестьяне. Ну, по Слободскому, можно сказать, он плотно сотрудничал с Чайковскими, городской голова. Значит, тут целый рассказ надо, потому что это, конечно, не мать. Увы, времени нет. А основное, значит, почему же все-таки он решил отправить корабли в США? Сейчас, тем более, появилась информация. Да, вы уже упоминали неоднократно в процессе нашего разговора, что архив Соединенных Штатов тут как источник тоже может быть задействован. Значит, в вопросах истории за номер 6 за 2014 год появилась статья Ишутина, это сотрудник РАН, о том, что Анфилатов может быть и не первый. Под сомнение поставлено, да? Да, то есть нам отвечать надо в любом случае. И что мы можем сказать? Ну, вопрос поставлен правильно. Не потому, что Анфилатов был не первый, а потому, что действительно те документы, которые письма, вернее, газетные вырезки приводит он, в принципе, они имеют места. То есть дают основанию сомнится. Да. А был ли он первопроходцем? Но самое интересное, что ранее Анфилатова экспедицией 1806-1807 годов был Анфилатов. Дело в том, что просто эту экспедицию стараются, похоже, не вспоминать. Вот знаете, есть такое выражение «скелет в шкафу». Слушайте, даже, по-моему, если в Википедию почитать, там не говорится. Нету, это ее нету. Более того, так вот, в российско-американских отношениях, похоже, есть не только скелет, а 218-тонная бригантина с экипажем 20 человек. Потому что это бригантина Святой Михаил. Считается, что он пришел в Бостон в 1806 году, но в американских источниках, какая-то переписка первого консула Левита Гарриса с госсекретарем, есть упоминание о том, что... Значит, я просто не буду... Ну ничего, это сейчас не обязательно приводить в конкретные... Значит, он пишет, что снова готовит три корабля для отправки в США один архангельский купец. То есть, снова. Когда же это и произошло? И следующая фраза. Значит, император благодарит президента США, значит, за понимание в деле Святого Михаила. Что же за дело такого произошло? И тут мы сталкиваемся с пиратами и американцами на полном серьезе. Значит, для того, чтобы их обижали американцев тогда, молодую республику тогда, все, кому не лень. Ну, извините, это так было. За 1806... В общем, в начале XIX века их захватывали англичане, французы, датчане, те же пираты. Пиратам они даже дань платили в какой-то мере. И очень много. Тогда как берберийские пираты увеличили дань, американцы отправили туда флот, эскадру. Ну, в общем... И вот, значит, произошел инцидент с фрегатом Филадельфия, который эти пираты захватили. И вмешалось русское правительство. И началась переписка между Томом Джефферсом и Александром I. И вот Святой Михаил, та же часть этой эскадры, захватывает русское судно Святой Михаил. Я могу подробно это рассказывать, потому что... Это откуда, еще раз напомните? Это материалы Музея военно-морского флота США. США. Да. Очень интересные материалы, кстати. А как они вообще доступны? Мы связались с сотрудниками. Когда им ставишь хороший вопрос, они отвечают. Это сотрудничество, оно бесплатное? Да. Они просто файлы переслали. И вот мы сейчас так сказать... В общем, что... Никогда бы не подумал, что в архив зарубежного государства можно отправить запросы. Это книги, это документы. Это все придет, и ничего не надо за это платить. Да. И самое интересное, что, значит, что произошло? Значит, эскадра захватила русское судно под флагом, в бумагах значится, что греческое. Ой. Хотя под русским флагом. И прямо там все греческие наружности, весь экипаж. И говорит на чистом греческом. Экипаж греки. Но капитан, который в бумагах значится Рига, говорит, что он русский. Более того, по закону 1797 года, для того, чтобы был русский флаг, нужно было, чтобы и капитан, и владелец были русскими. Тогда можно было так сказать. И вот тут возникает вопрос. А кому принадлежало это судно? И что произошло дальше? В общем, преследовали его знаменитые американские фрегаты. Это, значит, Constellation, то есть созвездие. Это музей военно-морского флота США в Балтиморе. Он есть. И знаменитая Конституция. Музей военно-морского флота США в Бостоне. То есть мы можем показать, какие корабли преследовали русское судно. Ну и еще Арус. Капитан Исаак Хал. В общем, они задержали, на что капитан заявил, что он русский, и что они оскорбляют русский флаг. Что же произошло? Американцы заметили судно, которое шло в 5-7 милях от Триполи, и задержали его. Как это? Капитан русского судна оскорбился. А флаг-то какой был, кстати? Русский. Русский. Вот. В общем, как говорится, тут началась мощнейшая дипломатическая переписка. Русский, значит, войти в сношение с командующим той эскадры и отключить от тех непозволительного геройства, которое они проявили. В общем, в сношение они вошли, и появилась объяснительная командующего этой эскадры, что же произошло. Самуэля Баррона, она есть, значит, с пунктами, под пунктами и прочее. В общем... Сергей Иванович, минута, чтобы закончить эту историю. Дело в том, что мы, самое главное, мы не рассказали об общественных банках. Потому что история-то, собственно говоря, деньги выплатили и пригласили в США. Давайте мы договоримся, что мы встретимся еще обязательно. И историю создания общественного банка, первого общественного в Слободском, мы обязательно осветим отдельно. Расскажем уставный капитал, устав, под какой процент, значение. Вы только подумайте, уважаемые слушатели, открытие этого банка в Слободском, оно реально по всем статистическим показателям, но не то чтобы вдохнуло в жизнь, но это был настоящий бум развития ремесленничества, купечества и так далее и тому подобное. 75% населения города Слободского на 1848 год были ремесленники и купцы. И, насколько я помню, количество вот этого контингента, если сравнивать его со всей Вятской губернией, по-моему, каждый пятый проживал в Слободском. При том, что губерния была намного больше и по территории, и по населению в сравнении с существующим регионом. Полностью согласен, потому что дело в том, что и на Слободской смотрели другие. Некоторые, вот, например, Федор Банк-Веретенникова, они добивались, чтобы открыть банк, 14 лет. А другие, вот, например, Веретенникова в Вятке, Кордаков в Котельниче, вот жертвователи были, так сказать, это небольшие суммы, 25 тысяч хватало, потому что устав был разработан очень интересно, но это отдельная история. Вот, и самое главное... Сергей, прошу прощения, я хочу еще раз, чтобы мы в конце нашей беседы сегодняшней, увы, время поджимается, еще раз обратились к заинтересованным людям, для тех, кто хочет осознать, что представляет собой личность ксенофонта Анфилатова, все-таки не остались равнодушными и поучаствовали в судьбе музея, пока еще не существующего. У вас есть сейчас такая возможность обратиться? Спасибо за эту возможность, потому что, действительно, мне хочется подтвердить, что Анфилатов – это действительно знаковая фигура для не только вятского, но и русского купечества. И его заслуга, да, можно так сказать, заслуга, что он показал, что купец, предприниматель – это не расставщик, это не выжига, это хороший, нормальный человек, который любит свою родину, малую, большую. Анфилатов, я знаю, всегда подчеркивал, на самом высоком уровне подчеркивал, что он из Слободского, он слобожанин, я там, я местный. И даже объяснил, что банк, он, так сказать, по чувству привязанности к этому, к родине. Даже небольшой суммы оказалось достаточно для того, чтобы Слободской получил второе рождение. И мне кажется, что нужно вспоминать те хорошие моменты, то, что у нас было. Потому что плохого у нас и так достаточно. А вот способы борьбы с плохим – это много стоит. И, кстати, ксенофонд Анфилатов был представлен к награде. Это кабинет министров был, я решил. Но эту награду он так и не получил. Мы обязательно еще встретимся. Я напоминаю нашим слушателям о том, что историческая программа, сделанная в Вятке, выходит у нас по пятницам в 13.00, периодичность две недели. И, соответственно, Сергей Иванович, через две недели я снова приглашаю вас к нам. И мы подробно обязательно поговорим о том детище, об одном из самых известных детищ, ксенофонд Анфилатова, я имею в виду Общественный банк. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok